Ты всё ещё не подписался на канал NeonHedgehook? Да ты просто тратишь время зря, потому что его канал это игры, прохождения и много-много фана практически каждый день. В информации о канале мы видим, что он создавался для прохождения игр и создавался с его другом, однако он оказался последней какашкой, оставив его в одиночку, но NeonHedgehook не сдаётся, продолжает делать прохождение. Мы не хотим быть похожими на его друга, не будем последними какашками, поэтому обязательно, обязательно нажимайте подписаться, вот как я. Мне уже не нужно подписываться, а если вам нужно, то сделайте это прямо сейчас по ссылке в описании. Элейн, кажется так звали жену Дана, если верить Джейку. Сколько они ещё, ничего не получается. Нужно поговорить с Соней, а может быть и с её дядюшкой Тимом. А это уже девятнадцатая часть, и она уже в эфире, если кто не понял. Проходим Блэк Сэда на сто процентов. Она навевает, не знаю, недобрые воспоминания. Недобрые воспоминания? Вы пессимист, да? Это как вспоминать последний день лета. Радостные события, живописные пейзажи. И всё же, свет тускнеет, становится тихо, как перед грозой. Мне знакомо это чувство. Не сомневаюсь, это видно в ваших глазах. Мы познакомились в армии. Ха-ха-ха. Мы все были профессиональными спортсменами. Нас называли Олимпийская пятёрка. Давайте о каждом, друзья, поузнаём. А кто это справа? Ангус Митчелл. Наш санинструктор на войне и врач Нью-Йорк Ворьерс. Это Спену приписал его к нашему взводу. А слева кто? А, Виктор Зуковский. Легкоатлет. Вы наверняка о нём слышали. Эй, это же Крейг Спену, парень с рекламных плакатов Морли. Да, именно он, наш капитан. Он же был самым старшим из нас и звездой Нью-Йорк Ворьерс. Ха-ха-ха. Вы знаете, что он сирота? Но ему так нравился спорт, что он называл бейсбол своей семьёй. Это он приписал к нашему взводу Митчелла. А что насчёт вас? Я как раз подписал контракт с Майлстоунс. Я и одной игры сыграть не успел. Но, говорили, меня ждёт большое будущее. Так как же, я же хотел ещё спросить про Джодана. Друзья, ну у вас на пути встала война, так оно и случилось. Ну на пути у этого боя. Давайте всё-таки про Джодана узнаем. Ну, я пытался. Я думал, что когда мы заговорим о Джодане, это как раз продвинет наш прогресс. Но почти угадал. Так, сейчас посмотрим. Не хочется ничего терять. Тем более, он записывал всё в блокнот. И, возможно, там есть о Джодане какое-то сведение. Не будем это отпускать так просто. И разработчики обрадуют нас, если поставить продолжение прямо с разговора с дядюшкой. А сейчас вместе увидим. Очень интересно. Так. Не, мне, конечно, нравится это всё. Замечательный угол камеры. Давайте посмотрим, какое здесь латунное небо. Какой закат. Это интересно. Наверное, нужно почаще перезапускать игру. Потому что таким образом, друзья, смотрите, можно на город посмотреть. Вот там какое здание. Заметьте. Как бы вы его ещё смогли рассмотреть? Вот тот кондиционер. На каком канале вы бы его увидели? Так. Я пойду сейчас ещё посмотрю и в других местах. Вот вообще сейчас увидим. О! Бук. Книжный магазин там справа. Это просто супер. Так. Дальше. Так. Это я снова в ванной. Нет-нет. Blacksat. Выруливай сюда. И теперь в комнату. Сейчас, друзья. Понимаете? Передвижение на ощупь. Это такое дело. Кстати. Если я включу музыку. Меня вернёт на землю. С небес. А музыка, похоже, недоступна. Да? Да. Заметьте. Только тени остались от объектов. Ну ладно. Нас сейчас больше интересует другое. Что там ещё мы можем увидеть за окнами? Так. Разработчики направили сюда свет через окна. Видели? А справа что? Кто-то поклеил обоями огромные дома. Там справа такое впечатление, что небоскрёбы просто обклеили обоями. Кхм. Так. Что ж. Карточки все собраны. Будем надеяться. Но вот после таких вещей ничего гарантировать не могу. Ну, пожалуйста. Просто Блэксет. Ты сможешь. Нет. Видимо, нужно ещё раз перезапустить. Я думаю, что будет та же самая картина. Но хотя бы мы сможем нажать на картину. Когда та же самая картина. Кхм. Что они хотят нам показать этим окном? Пожалуйста. Блэксет. Но я не хочу заново перепроходить всю эту квартиру. Тем более после того, как мы действительно изучили всё на 100%. Давай вот сюда к картине. Блэксет. Друзья, если бы вы знали, как это непросто. Я точно помню, что там было действие. Кстати, может быть, в нашем комиксе разговор с Ольвом уже был активирован. Эх, если бы. Ну, зайдём тогда ещё сюда. О! Вот здесь мы можем этими обоями насладиться. Посмотрите, обклеили огромные высотки. Ну, видимо, это всё, что мне остаётся, друзья. Изучить эту квартиру заново. Тогда я сейчас это быстро сделаю. И мы к вам вернёмся. Прямо с разговора с дядей. Да, иногда приходится идти на жертвы, чтобы всё изучить на 100%. Скоро вернусь. Так, друзья. Перепрошёл успешно. Давайте ещё раз попробуем. Кажется, так звали жену Дана, если верить Джейку. Качеля в виде подвешенного на ветке колеса. Сколько ни ещё, ничего не получается. Нужно поговорить с Соней. А может быть, и с её дядюшкой Тимом. А может быть, и с ней, и с ним. Ведь мы такие основательные детективные расследования проводим. Она навевает... Не знаю. Недобрые воспоминания? Вы пессимист, да? Это как вспоминать последний день лета. Радостные события, живописные пейзажи. И всё же свет тускнеет. Становится тихо, как перед грозой. Мне знакомо это чувство. Не сомневаюсь. Это видно в ваших глазах. Мы познакомились в армии. Мы все были профессиональными спортсменами. Нас называли Олимпийская пятёрка. В этот раз начнём с Джо Дана. Да, уже боксировал? Да, уже был. Я видел, как он дерётся ещё до нашего знакомства. На ринге он был таким же скромным, как и в жизни. Всегда отдавал инициативу сопернику. Я помню, как он уклонялся от удара в самый последний момент. И если не смотреть на ноги, можно было подумать, что он вообще не двигался. А работа ног. Чистый танец. Почти музыку было слышно. И эта музыка играла, пока его противник не выдыхался. Потом раздавалась барабанная дробь, а за ней победа Дана нокаутом. А кто это справа? Ангус Митчелл. Наш санинструктор на войне и врач Нью-Йорк Ворьерс. Это Спену приписал его к нашему взводу. Записи, кстати, не было от Дани. Парень с рекламных плакатов Морли. Да, именно он, наш капитан. Он же был самым старшим из нас и звездой Нью-Йорк Ворьерс. Ха-ха-ха. Вы знаете, что он сирота? Но ему так нравился спорт, что он называл бейсбол своей семьей. Это он приписал к нашему взводу Митчелла. А слева кто? А, Виктор Зуковский. Легкоатлет. Вы наверняка о нем слышали. А что насчет вас? Я как раз подписал контракт с Майл Стоунс. Я и одной игры сыграть не успел, но... Говорили, меня ждет большое будущее. Но на пути у этого большого будущего встала война. Да что вы. У меня все сложилось прекрасно, когда я вернулся. Лучшее время в моей жизни. Помните того полицейского в клинике, который пропустил меня в обмен на автограф? Поверьте мне, никто не назовет вас железноруким, если вы просто сидите на скамейке запасных. Кто мог подумать, что я стану железноногим Тимом Торпом? А что случилось? Больше двух лет я сражался с нацистами высоко в небе над Европой. И ни разу не попадал в госпиталь. Три года спустя я переходил дорогу, не посмотрев по сторонам. И вот, взгляните на меня. А что случилось с ними? Зуковский погиб в тот же день, когда ранили Данна. Данна с почестями комиссовали, и он вернулся домой. Он перестал боксировать и открыл свой клуб. Митчелл перевелся в полевой госпиталь. Мы со Спенову продолжили служить в том же подразделении, но все уже было не так. Так, понимаете, что я имел в виду, говоря про последний день лета? А после войны... Черт, да кому это интересно? Мне. А что со Спенову? Как сложилась жизнь Митчелла? А что со Спенову? Ну, вы видели билборды. Он добился успеха. Когда я был вынужден уйти, я подкинул ему несколько рекламных контрактов. Именно так я и основал это агентство. Но потом с ним что-то произошло. Он стал замкнутым, потерял форму, а потом постепенно и связь с реальностью. Он отошел от общественной жизни и прервал нашу дружбу. Я про него не слышал сколько? Года три. И поверьте, я пытался с ним связаться. Как сложилась жизнь Митчелла после войны? Митчелл? А кто его знает? Мы больше не общаемся. Надеюсь, у него все хорошо. Как думаете, Спенову может иметь какое-то отношение к смерти Дана? Спенову? Да ни за что. Они с Даном всегда были... Хотя Спенову сильно изменился, так что трудно сказать. Кажется, я недавно видел Митчелла, но не помню где. Серьезно? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Я был бы рад что-нибудь о нем услышать. Я попробую. Позвольте мне удвоить ваш гонорар. Вы должны найти убийцу. Дан, возможно, сохранил контакты с Митчеллом или Спенову. Или даже с обоими. Но он никогда ничего мне не говорил. Может, Соня что-то знает? Сомневаюсь, но это не единственный вопрос, который я хочу ей задать. Позволите? Вот такой диалог у нас тут сложился. И я так понимаю, что сейчас мы будем говорить с Соней. Улик достаточно для дедукции. Мы пришли к Соне Этим розовым вечером. Похоже, она совсем задепрессовала. Ваш отец поддерживал связь. Не надо. Тут опасно. Давайте так. Вы же знаете, тут опасно. Вы когда-нибудь жалели о том, что появились на свет? Что? Часто жалею, постоянно жалею. Время от времени никогда. Да, иногда бывает. Значит, мы в одной лодке. Первый раз это случилось сразу после переезда в Нью-Йорк. Я ненавидела свою мать. Это из-за неё мы переехали из-за города. И запах свежескушенной травы сменился на вонь грязного города и лекарств. Её лекарств. Второй раз после того, как она умерла. Я ненавидела себя за то, что прежде ненавидела её. Что недостаточно её любила. Третий раз, когда отец закрылся в себе. Я ненавидела его за это. За то, что отвернулся от меня. За то, что начал пить. А теперь он мёртв, и я... Угадайте, что. Вы просто поняли, как сильно его любили. Пожалуй, да. Но это не самое страшное. Проблема в том, что я не знаю, как жить без ненависти к нему. Всё, что я делала последние несколько лет, было сделано для того, чтобы оттолкнуть отца подальше. Чтобы не стать такой, каким стал он. Чтобы не совершить тех же ошибок. Без него я просто не знаю, кто я. А вы не даёте мне ненавидеть Бобби. А ведь это могло бы мне помочь. Вот так. Давайте вот так ответим. Чем больше вы кого-то ненавидите, тем вам хуже. Думаете, я этого не знаю? Я просто должна кого-то обвинять. Без этого кого-то винить мне остаётся только себя. Можете ненавидеть меня. Я найду того, кто это сделал. Я найду того, кто это сделал. Обещаю. Позвольте мне в этом усомниться. Хотя вы уже так далеко зашли. Простите, что я не так благодарна вам, как вы того заслуживаете. В любом случае, ненавидеть себя вам не стоит. Вы же... Нет. У вас так много хороших качеств. Empire State Building на фоне. Красиво, умное, умное, доброе. Доброе, красивое, доброе. Сразу всё. Вы добрая, умная и красивая. Вы что, пытаетесь со мной заигрывать? Нет, я... Серьёзно, я не хотел. Простите. Ладно. Мы не могли бы сменить тему. Вы были в квартире моего отца? Да, вор побывал там, прежде чем явиться в клуб. Следовательно, он не нашёл там то, что искал. А что же он искал? Это я и собираюсь выяснить. С вашей помощью. Видимо, нужно было доброе и умное ей сказать, чтобы не рассердить её. У неё был отличный... У него был отличный музыкальный вкус. Дан продал свою квартиру, детская комната, фотография военных лет. Ну, скорее всего, мы сможем поговорить обо всём, так что начнём с музыкального вкуса. У вашего отца был прекрасный музыкальный вкус. Вы так думаете? Дайте-ка угадаю. Такой же, как у вас, да? Именно. Вы себе даже не представляете, как я этому рада. Я видел вашу старую детскую. Это лишнее. Перестаньте. Или я начну ненавидеть и вас. Ну, тут нельзя перестать, так что... Я тоже люблю папарио. А, ну да, плакат. Он мне нравился только потому, что отец считал его слишком современным. Но я рада, что тут мы сходимся. Я думала, вы разделяете музыкальный вкус отца. Я нашёл в вашей комнате бейсбольную перчатку с автографом Спэнел. Я никогда её не видела. Отец, наверное, положил её туда. Хотя я не припоминаю, чтобы у него была перчатка с автографом. Окунуться в финансы вас подвигли счёты? Это самый полезный подарок за всю мою жизнь. От кого? Может так? Подарок от матери? От моего дяди Тима. Он часто говорил, что в наше время женщина должна уметь считать. Мой отец не соглашался, но и не спорил с ним. Люди считали его либералом из-за отношения к расовым вопросам. Но дома всё было иначе. Странно, что в комнате почти нет игрушек или напоминания о вашем детстве. Только маленькая музыкальная шкатулка. Это шкатулка. Пожалуй, с ней связаны мои последние светлые воспоминания. Это было ещё до того, как заболела мама, и мы перебрались сюда. Я любила читать истории про пиратов. И папа нарисовал мне карту сокровищ. Я обыскала весь дом, подсказка за подсказкой. И они привели меня к огромному дереву, где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Нужное место было помечено крестом, и я выкопала своё сокровище. Мне нравилась музыка. Нравилось бы и небольшое потайное отделение. Какие же секреты я там хранила? Кажется, при мне вы впервые назвали отца папой. Правда? Сколько же теплоты в этих воспоминаниях. Это хорошо, когда папа так... Дан спрятал музыкальную шкатулку, под деревом с качелями из покрышки. Когда папа такие вот мини-квесты делает для своих детей, фотография военных лет. Дан продал свою квартиру. Я нашёл фотографию, сделанную в годы войны. Олимпийская пятёрка. Вы встречались с кем-нибудь из них, кроме вашего отца и дяди? Ну, дядя Тим вообще-то не мой родной дядя. Нет? Они с отцом были как братья. Он говорил вам, что он спас ему жизнь. Ваш отец спас Торпа, Торп спас вашего отца. Ваш отец спас Торпа? Они летели над Британией в трёхместном истребителе. Зуковский был пилотом, мой отец вторым пилотом, а дядя сидел за пулемётом. Они попали под обстрел. Зуковский погиб, моего отца ранило. Именно поэтому он больше никогда не боксировал. Мой дядя выскочил из-за пулемёта, добрался до штурвала и довёл самолёт до безопасного места. Ах, когда-то отец рассказывал мне эту историю. А теперь? Второй раз мы неправильно предполагаем с ней, и она не злится из-за этого. Так, у вас всё ещё есть дядя, что вы можете рассказать мне про Митчелла и про Спеннелл. Давайте поузнаём. Вы встречались со Спеннелл? Что вы можете рассказать мне о нём? Кажется, видела один раз, но я была совсем маленькой. Кажется, дядя сделал из него звезду. Но это было давно. Вы когда-нибудь встречались с доктором Митчеллом? С Митчеллом? С ящером? Нет, ни разу. А что? Да нет, ничего. Мне кажется, я его где-то видел. У вас всё ещё есть дядя, вариант пропал. Думаю, на этом всё, Данк продал свою квартиру. Ваш отец продал свою квартиру. Новые владельцы въезжают через две недели. Что? Мне очень жаль. Я думаю, на вырученные деньги он купил новое жильё для себя и Мэри Пернелл. Остальное объясняет письмо у вас в руках. Жаль, что у меня не было возможности с ней поговорить. Жаль, что у меня не было возможности прочитать, что в том письме, друзья, и я не знаю, как это сделать. Вы замёрзли? Немного. Пожалуй, мне пора. Что же. Спасибо за компанию. Соня, я был на вашем месте. Поверьте, со временем всё проходит. Вы идёте? Я знаю, что искал разгадку. Но какую загадку мне нужно разгадать? Так, у нас с вами две загадки. И одна мне уже понятна. Я думаю, что это картина с деревом и шкатулка, потому что она там была закопана под этим колесом. Но что ещё? Может, вот эти две вещи? Нет. И третий вариант появляется. Значит, будем пробовать. Раз. Два. Может, это? Так. Ну, хочется, друзья. Я даже не знаю, вот... Есть он среди наших вариантов. Я так в логике работы ещё до конца не разобрался. Как насчёт с фоткой совместить? Непонятно для чего. Тогда даже не знаю. Наверное, всё-таки... Вот давайте удостоверимся сейчас в этом. То есть мы посовмещаем со всеми вариантами и узнаем. Если так, то это не совсем корректная работа. Оно показывает, что есть две дедукции, но... Когда третьего варианта к ним нет... Вот начнём с этого. То, следовательно, не должно показывать, что готова вторая дедукция. Либо же это ещё какая-то одна есть. То есть мы собираем как бы третью. Так, ну это мы уже пробовали. Просто ещё раз всё пробую. Так, ну и это мы пробовали. А те два варианта не могут быть, наверное, потому что они... Должны быть тоже совмещены. То есть, да, видите, либо это не совсем правильно в игре реализовано. Что показывается, что у нас есть две дедукции. Но на самом деле мы можем собрать только одну. А третьего варианта на вторую не хватает. Либо эта вторая вообще не относится к тому, что я сейчас собираю. Ну ладно, соберём пока то, что вот очевидно. Это вот это. Может быть, Дан снова воспользовался этим тайником? Это ещё кто? Это чё за муравьед? Оп! Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание и концентрацию. Так, я жму, но ничего не происходит. Может быть, зажать нужно было? А, наверное, нужно зажать. Нет, всё-таки нужно зажать. Лично я пытаюсь экономить воздух для последнего лопня. Как? Ну я сжал, вы слышали там. У меня джойстик трещать начал. Но ничего почему-то не происходило. Ну ладно. Ладно. Ещё разок. Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание и концентрацию. Так, тут всё равно. Хоть мы и... Ого! Соня подоспела вовремя. Откуда он взялся? С неба свалился? Вот свалился. Вот сволочь. Но мы за это время успели выбраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я нажимал в левую сторону на крестовине. Нужно было на аналоге нажимать. Бутылкой выключил просто. Так, ну сейчас, 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 сейчас. Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание и концентрацию. О, тут я не дожал. Может быть, я и в прошлый раз уже не помню, друзья. Есть такое достижение в стиме, пройти эту игру, ни разу не умерев. Вот, будет интересно этим заняться. Где-нибудь кнопка не сработает и опять 25. Меня не волнует недостоверность сценария. Так, тут матрица. Вообще-то это довольно удобно. Когда бандит начинает с тобой болтать во время драки, понимаешь, что связался с новичком. Помочь ему. Давайте, давайте, поможем, несмотря... А если он не говорит, даже помоги, пожалуйста. На то, что эта сволочь ударила Соню. Да что ж такое. Чуть-чуть не дожал, получается. Не, ну я все-таки хотел ему помочь, друзья. Сейчас, сейчас поможем. У него можно получить информацию. И в нашем расследовании, где далеко все не так прозрачно, любая информация может стать той самой ниточкой, потянув за которую мы распутаем этот клубок. Так, только я уже привык к тому, что загрузки с начального экрана порождают в море багов. Давайте здесь без этого. Сразу начинается махач. Да? Соня. Нет. Нет. Кто говорит? Опять. Ничего себе. Ну ладно, друзья. Посмотрим сейчас некоторые варианты. И скажем, например, про дядю ей. Помните, у нас пропал вариант. А также скажем, что она добрая и умная. Вот еще что нужно добавить сюда пендуловцам. Это то, что... Чтобы можно было пропускать. Тут опасно. Реплики. Вы же знаете, тут опасно. Вы когда-нибудь жалели о том, что появились на свет? Что? Часто жалею. Давайте ответим, часто жалею. Жалел и много раз. Слишком много. Значит, мы в одной лодке. Первый раз это случилось сразу после переезда в Нью-Йорк. Я ненавидела свою мать. Это из-за нее мы переехали из-за города. И запах свежескошенной травы сменился на вонь грязного города. Ну, парень хряпнулся в мусорник эпично, конечно. Там ему самое место. Второй раз после того, как она умерла. Я ненавидела себя за то, что прежде ненавидела ее. Что недостаточно ее любила. Третий раз, когда отец закрепился... Если Соню целовать в щечку, вот эти усы не будут мешать его за это. Что вы об этом думаете, а? За то, что отвернулся от меня. За то, что начал пить. А теперь он мертв, и я... Угадайте, что? Вы просто поняли, как сильно его любили. Пожалуй, да. Но это не самое страшное. Проблема в том, что я не знаю, как жить без ненависти к нему. Все, что я делала последние несколько лет, было сделано для того, чтобы оттолкнуть отца подальше. Чтобы не стать такой, каким стал он. Чтобы не совершить тех же ошибок. Без него... Я просто не знаю, кто я. А вы не даете мне ненавидеть Бобби. А ведь это могло бы мне помочь. Отвечаем, что Бобби Ель не заслуживает вашей ненависти. Бобби Ель не виновен. Он не заслуживает вашей ненависти. Да какая разница. Я просто должна кого-то обвинять. И этот совет наш не помог Сони. Не знаю, может ли помочь третий. Я найду того, кто это сделал. Обещаю. Позвольте мне в этом усомнится. Хотя... Вы уже так далеко зашли. Простите, что я не так благодарна вам, как вы того заслуживаете. В любом случае, ненавидеть себя вам не стоит. Вы же... Нет. У вас так много хороших качеств. Добрая, красивая, умная и добрая, вот. Вы умная и добрая. Так и мой отец говорил. Почему вы так думаете? Последнее вы пытаетесь скрывать, но я же детектив. Ладно. Вы помогли Соне почувствовать себя немного лучше. Вы были в квартире моего отца? Да, вор побывал там, прежде чем явиться в клуб. Следовательно, он не нашел там то, что искал. А что же он искал? Это я и собираюсь выяснить. С вашей помощью. У него был отличный музыкальный вкус. Так, 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 так. Начнем отсюда. У вашего отца был прекрасный музыкальный вкус. Вы так думаете? Дайте-ка угадаю. Такой же, как у вас, да? Именно. Вы себе даже не представляете, как я этому рада. Ваш отец продал свою квартиру. Новые владельцы въезжают через две недели. Что? Мне очень жаль. Я думаю, на вырученные деньги он купил новое жилье для себя и Мэри Пернел. Остальное объясняет письмо у вас в руках. Жаль, что у меня не было возможности с ней поговорить. Так. Я видел вашу старую детскую. Это лишнее. Перестаньте, или я начну ненавидеть вас. Окунуться в финансы вас подвигли счеты? Это самый полезный подарок за всю мою жизнь. Подарок дяде Тима. Подарок дяде Тима? Он часто говорил, что в наше время женщина должна уметь считать. Мой отец не соглашался, но и не спорил с ним. Люди считали его либералом из-за отношения к расовым вопросам. Но дома все было иначе. Я нашел в вашей комнате бейсбольную перчатку с автографом Спэнел. Я никогда ее не видела. Отец, наверное, положил ее туда. Хотя я не припоминаю, чтобы у него была перчатка с автографом. Классно здесь реализован этот диалог. На крыше. Ну да, плакат. Вечером в Нью-Йорке. Он мне нравился только потому, что отец считал его слишком современным. Но я рада, что тут мы сходимся. Я думала, вы разделяете музыкальный вкус отца. Такой выдержанный. Мне нравится, друзья. Странно, что в комнате почти нет игрушек или напоминаний о вашем детстве. Только маленькая музыкальная шкатулка. Эта шкатулка. Пожалуй, с ней связаны мои последние светлые воспоминания. Так, это, к сожалению, нельзя пропустить никак. Это было еще до того, как заболела мама, и мы перебрались сюда. Ну, вы пока можете поставить лайк, что-нибудь напечатать в комментариях. Я не люблю очки от истории про пиратов. И папа нарисовал мне карту сокровищ. Ах, теплые воспоминания для Сони. У вас есть такие теплые воспоминания? И они привели меня к огромному дереву, где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Тогда вы знаете, насколько они драгоценны. Нужное место было помечено крестом. И я выкопала свое сокровище. И в свое время сможете обеспечить своих детей еще более лучшими воспоминаниями. Мравилось более небольшое потайное отделение. Ах, какие же секреты я там хранила. Кажется, при мне вы впервые назвали отца папой. Правда? Вот сейчас у нее глаза, кстати, такие красные. И она действительно выглядит уже подавленной. Чего мы не могли сказать о ней тогда в кабинете. Я нашел фотографию, сделанную в годы войны. Олимпийская пятерка. Вы встречались с кем-нибудь из них, кроме вашего отца и дяди? Ну, дядя Тим вообще-то не мой родной дядя. Нет? Они с отцом были как братья. Он говорил вам, что он спас ему жизнь. Торп спас вашего отца. Они летели над Британией. Тоже ни на что не влияет, друзья. Ответ, конечно, расстраивает такие вещи. Я был пилотом. Мой отец вторым пилотом. А дядя сидел за пулеметом. Они попали под обстрел. Зуковский погиб. Моего отца ранило. Именно поэтому он больше никогда не боксировал. Мой дядя выскочил из-за пулемета, добрался до штурвала и довел самолет до безопасного места. Ах. Когда-то отец рассказывал мне эту историю. А теперь... У вас все еще есть дядя? Да, пожалуй, вы правы. Может быть, он сможет спасти меня. Во, это помогает этот ответ, заметьте. Вы встречались со Спену? Что вы можете рассказать мне о нем? Кажется, видела один раз, но... Я была совсем маленькой. Кажется, дядя сделал из него звезду. Но это было давно. Вы когда-нибудь встречались с доктором Митчеллом? С Митчеллом? С ящером? Нет, ни разу. А что? Да нет, ничего. Мне кажется, я его где-то видел. Вы замерзли? Немного. Пожалуй, мне пора. Что же? Соня оценила то, что мы это заметили. Спасибо за компанию. А мы оценили то, что Соня сделала это перед нами во второй раз. И... Соня, я был на вашем месте. Поверьте, со временем все проходит. Вы идете? Я знаю, что искал разгадку. Но какую загадку мне нужно разгадать? Хм. Может быть, Дан снова воспользовался этим тайником? Так, настраиваемся сейчас, друзья. Нельзя. Запороть. Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание и концентрацию. Успеваю. Но, видите, здесь хоть успел, хоть не успел. Меня не волнует недостоверность сценария. Вообще-то, это довольно удобно. Когда бандит начинает с тобой болтать во время драки, понимаешь, что связался с новичком. Так, а какую там кнопку нажимать? А если он не говорит, даже помоги, пожалуйста. Вот так. Все, я в прошлый раз сделал правильно, друзья. Но, похоже, он выжил. Он упал на мягкие мешки. Хоть и копчиком. Похоже, он выжил. Да. Ну, зато во второй раз в диалоге посмотрели с вами другие варианты. Мы вернемся и продолжим в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok